Сразу два отчета заслужили в четверг депутаты Тверской городской думы на очередном заседании муниципального парламента. Сначала перед народными избранниками выступил глава областного центра Алексей Огоньков, затем его сменил спикер Евгений Пичуев. Оба подвели итоги работы органов, исполнителей и законодательной власти. Прежде чем приступить к отчетам, депутаты рассмотрели с десяток других вопросов. Среди них изменения правил землепользования и застройки, установка памятника Лемешева на театральной площади и целый ряд других законопроектов. Последние два пункта повестки дня как раз и были теми самыми отчетами. Сначала перед парламентариями выступил глава города. Он перечислил целый ряд достижений 2019 года. Среди них постройка новой школы, детского сада, поликлиники. Рост населения Твери до 425 тысяч человек. Вместе с тем у депутатов было немало вопросов. В частности, об отставании социальной инфраструктуры от темпов возведения жилых массивов. Вместе с тем, в целом, работу городадминистрации народные избранники признали удовлетворительной. Мы имеем значительный дефицит бюджета, но задач и планов, которые у нас стоят перед нами, стояли в 2019 году очень много. Но я вижу, что старание и желание администрации работать как можно позитивнее, решить как можно больше вопросов, оно есть. Далее перед коллегами отчитался уже сам председатель Думы. Евгений Пичуев также отметил те непростые условия, в которых пришлось работать муниципальному парламенту. При этом важно учитывать специфику работы депутатов, которые всегда находятся на прямом контакте с избирателями. Конечно, депутат, он сейчас, можно сказать, на передовой позиции, он постоянно общается с народом, ему надо разъяснять, надо входить, понимать народ. А еще председатель городской думы отметил, события последних месяцев показали, что 2020 год будет еще более сложным как для всей страны, так и для Твери в частности. А значит депутатов ждет самая напряженная работа, чтобы столица Верхней Волжи с минимальными потерями вышла из экономического кризиса, вызванного мерами по самоизоляции.